Садитесь, пожалуйста. Как мы договаривались, у нас начинается выступление участников анализа коллективного договора. Так, пожалуйста, выходите сюда, называйте себя и даете анализ, как вы считаете нужным. Естественно, все присутствующие могут высказать свои суждения, задать вопросы, покритиковать. А вам будет дано заключительное слово. Я тоже выступлю, если вы позволите. Закроем, да? Давайте закроем. Пожалуйста. Я начинаю, надеюсь, что вы уже пролистали договоры и примерно представляете, о чем будет речь. Вот. Ну, немножко начну поэтапно. Во-первых, хотелось бы сказать, что... Так, как вы представились? У меня зовут Виктория Кузнецова. Хорошо. Так, тема... Я буду рассказывать анализ коллективного договора между ЗАО, первый контейнерный терминал, и работниками организации на период 2006 по 2009 год. Хочу отметить, что с возможностью продления на три года. Он продлен был. Да, то есть до 12-го. Да. Вот. Собственно говоря, ну, первое, что я хотела бы сказать, что этот коллективный договор регулирует довольно широкий спектр вопросов в отношениях между работодателем, работниками, в том числе и профсоюзными организациями работников. Вот. Основные положения первого раздела, они, прежде всего, касаются вопросов, связанных с особенностями применения этого договора и связанных с, что для нас очень интересно, в том числе с возможным урегулированием конфликтных каких-то ситуаций. То есть там некоторые положения, содержащие, собственно говоря, то, как в организации будут решаться конфликты. Вот. Ну, например, да, первый пункт 1.2, он регулирует сроки действия договора, предотвращает опасность того, что, например, переговоры по новому проекту договора будут затянуты, да, то есть там есть возможность продления на три года. Таким образом, в принципе, у работодателя не должно быть намерения затягивать процесс переговоров по новому проекту, это и так долгий. Длин, удлиняется его срок. Вот. Собственно говоря, также, ну, собственно говоря, на самом деле, во всех пунктах первого раздела содержится положение, которое, в общем-то, присутствует и в Трудовом кодексе по поводу коллективного договора. Там они просто уточняются, говорится о том, что отраслевые соглашения, если они улучшают положение работника выше, чем коллективного договора, являются более приоритетным актом. Все предыдущие локальные акты должны приводиться в соответствие с, соответственно, коллективным договором. Ну, что такое двоякой трактовки позволяет избежать. Вот. Также, 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 значит, ну, говорит о том, что работодатель не может принимать какие-то акты, которые противоречат коллективному договору и ухудшают положение работников по сравнению с ним. Вот. И то же самое, опять же, этот пункт есть и в Трудовом кодексе, где говорится о том, что если структура организации меняется, это не значит, что коллективный договор признается недействительным. То есть он будет все равно действовать. Это важно, потому что, как правило, реорганизация может сказаться, так сказать, плачевно на самих сотрудников. Вот. А вот такой пункт, что в законе, что в данном договоре, говорит о том, что и не всего подобного. Вот. Ну, собственно говоря, я уже сказала, да, что вот этот раздел первый, он содержит такие общие нормы и дублирует, приводит в очередной раз то, что и так содержится в Трудовом кодексе. Вот. Собственно говоря, что касается подхода к урегулированию конфликтов организации, это пункты 1.6 и пункты 1.8, то есть в том числе и 1.7. Значит, там делается акцент на переговорном пути решения конфликтных ситуаций. Но, как мне кажется, там все эти пункты, они не содержат конкретных рекомендаций к действию. То есть они как бы декларируют то, что конфликты преимущественно должны решаться внутри самой организации. Но не говорится о том, как, кроме, наверное, того, что, например, работник имеет право привлечь, естественно, профсоюзных работников для решения ситуации. И такой даже важный именно для того, чтобы удержать конфликты внутри организации, пункт, это то, что сам работник, он прежде чем обращаться в какие-либо органы по труду и так далее, в суд и так далее, он прежде всего должен обратиться к руководителю своего подразделения. Ну, что, опять же, позволяет каким-либо образом попытаться урегулировать ситуацию до того, как она уйдет куда-то выше. Вот. Ну, собственно говоря, вот этот вот пункт, который касается удержания конфликтов в организации, он, естественно, полезен не только самим работникам, но и работодателю, это понятно. Позволяет избежать лишних тяжк. Вот. Ну, вот, опять же, да, механизм реализации всего этого процесса не очень хорошо описан, а также, мне кажется, что не мешало бы тогда поговорить о комиссиях по решению разногласий и, ну, каких-либо органах, которые могли бы этим заниматься в организации. Вот. Ну, они тоже предусмотрены, в принципе, трудовым законодательством. Ну, так или иначе, было бы полезно, мне кажется. Вот. Собственно говоря, второй раздел, он регулирует обязанности работодателя, правкомов и работников. Там, в общем-то, как мне кажется, тоже дополнений серьезных к уже действующему законодательству нет. Вот. И, собственно говоря, какого-то для нас конфликта разрешающего потенциала я тоже в нем не нашла. Вот. Просто такие некоторые аспекты, касающиеся взаимоотношений, точнее их обязанностей. В общем-то, это по второму разделу все. Вот. Значит, третий раздел, он касается обязанностей работодателя. И тут вот прежде чем продолжить, мне показалось, что это не совсем хорошо, что есть пункт об обязанностях работодателя, но нет пунктов об обязательствах правкомов. Ну, все пункты есть как таковые, но целый раздел этому не посвящен. И то же самое с работниками. То есть, мне кажется, что тут такое одностороннее немножко явление, что не совсем соответствует, господи, принципам социального партнерства. То есть, это принцип равноправия. Ну, по крайней мере, это выглядит так, потому что, в принципе, вот этот вот третий раздел, который касается обязанностей работодателя, он один из наиболее обширных, да, включает в себя организацию производства, обеспечение занятости, охрану труда и здоровья, рабочее время, вопросы оплаты труда, социальные годы и гарантии, и гарантии профсоюзной деятельности работников. То есть, все эти пункты там освещены. Вот. Собственно говоря, в этом разделе, что такого есть интересного, там закреплена высокая роль правкомов в управлении организацией и, собственно говоря, их место в процессе управления организацией. То есть, написано, какие вопросы решаются по согласованию либо с учетом мнения. И очень важно, что там как раз выделяется разница между согласием и учетом мнения. Далее это, ну, опять же, там есть учет мнения, согласование, консультации и еще какая-то форма участия. В общем-то, не так важно. Но, в принципе, во всех важных аспектах деятельности организации и во всех, которые касаются, как-либо могут повлиять на работников, просто южная организация, скажем так, участвует. Это очень важно. Вот. Однако, мне кажется, ну, это такое опасение, которое, конечно же, не касается моих знаний об организации, но тем не менее, поскольку обязанности правкома именно в этом документе, они как-то отдельно не описываются, то есть, не делается на этом акценте, акцента, мне кажется, что может создаться такое впечатление или вообще появится проблема, что, во-первых, возможно, чрезмерная зависимость управления от правкома. И, естественно, правком может в своих корыстных целях использовать. Вот. И еще, как бы, при учете того, что правком все-таки, как бы, по-хорошему, это обязательно, конечно, учет интересов работников, не просто учет, а выражение интересов работников, но если вдруг случится что-то не так, то, может быть, в общем, решения правкома могут повлиять и негативно на самих работников, если оно принято в интересах отдельных групп. То есть, если это какой-то руководящий состав правкома, например. Вот. Далее. Ну, механизм учета мнения мы это обсуждали, что не самый эффективный, потому что получается так, что мнение может учитываться, потом напишется акт о несогласии, в общем, вот. И, собственно говоря, это не помешает работодателю принять то положение, которое он хочет. Если, конечно, оно не противоречит коллективному договору. Далее. Ну вот, опять же, есть защита защита профсоюзных работников, это понятно. Возможности увольнения только по согласованию, возможность увольнения тех, кто не менее двух лет назад занимал одну из руководящих должностей. Тоже нельзя без согласования с правкомом. Ну, это позволяет обезопасить сотрудников, собственно говоря, которые занимаются такой деятельностью. Вот. Также, мне кажется, очень интересным положением выступает... В общем, там сразу несколько положений, которые касаются этого. Но, в принципе, в целом, да, существует некоторое ограничение привлечения труда со стороны. То есть, если организация может так или иначе справиться своими силами, привлечь на дополнительные часы сотрудников, то профкома и, в общем, компания, в принципе, должна не привлекать дополнительных сотрудников посредством каких-либо договоров, подрядов и так далее, а справляться со своими силами, что, опять же, позволяет все эти денежки и весь этот потенциал держать внутри организации. Вот. Значит, ага. Есть также пункты, касающиеся профессиональных травм, заболеваний, точнее, производственных травм и профессиональных заболеваний. Например, пункт 3.2.4. Это пункт, который говорит о том, что если сотрудник получил какую-то травму, которая мешает ему продолжать деятельность, ту, которую он ведет сейчас, то работодатель должен поспособствовать тому, что сотрудник получает либо новую работу внутри организации, собственно говоря, по медицинским показателям, которые он может осуществлять, а либо, если такой работы работодатель сам не может найти внутри своей организации, он всячески содействует тому, чтобы такую работу найти в сторонней организации. Ну, то есть, тут такой конкретно разрешающий потенциал, касающийся очень, как мне кажется, в этой области важной проблемой. Это вот производственные травмы и профессиональные заболевания. Вот. Ну, собственно говоря, все. Это нацелено на адаптацию работников. Вот. Также советует отметить, что данный документ подробно описывает требования, предъявляемые к условиям труда, но они, я как понимаю, они тоже в основном основываются на трудовом законодательстве, ну, с какими-то дополнениями, плюс всякие санпины и прочие требования к организации труда вот в этой отрасли. Вот. Также подробно описывается механизм расчета заработной платы, доплат затеянные виды деятельности, поощрений и так далее. Вот. Ну, что, несомненно, позволяет избежать каких-либо нареканий по поводу недопонимания по поводу начисления заработной платы. Вот. Ну, и это полезно не только работнику, но и работодателю, поскольку все знают, кто за что и сколько получил, соответственно, денег. Вот. Так же, да, стоит отметить, что этот документ действительно разработан в интересах работников и, как мне кажется, очень широкий спектр вопросов, которые регулируют, в которых могут возникнуть либо противоречия. Вот. Тем не менее, как мне кажется, есть некоторый перекос в сторону работников. И поэтому вы вот рассказывали нам о том, что в последний момент руководство не хотело подписывать. Мне кажется, это как раз связано с тем, что вот, как мы изучаем, что если в процессе переговоров какая-то сторона решила, что ее немного ущемили в правах, что не совсем, она недостаточно активно участвовала в подготовке соответствующего соглашения, то, ну, соответственно, она может быть несколько несогласна с этим соглашением, пусть даже оно и будет принято. И, ну, есть такая опасность, что она, эта сторона будет искать пути обхода некоторых положений, которые она сочла для себя невыгодны. Вот. Но это именно, если речь говорить о том, как будет исполняться коллективный договор. Потому что, конечно же, если он не исполняется, можно все обжаловать в судебном порядке и так далее. Но, как мне кажется, исполняемость именно без какого-либо давления это и есть показатель именно очень хорошего коллективного договора. То есть, когда и руководство понимает, что ему очень важно соблюсти данные требования. И, соответственно, работники понимают, что когда они выполняют одно требование, соответственно, они получают какие-то преимущества для себя. Вот. Ну, опять же, высокая роль профсоюзных организаций, мне кажется, может быть как... С одной стороны, это очень большое преимущество, с другой стороны, может оказаться подводным камнем, если вдруг что-то не так будет с самими правкомами. Вот. И также мне кажется, что именно деятельность как раз самих правкомов недостаточно освещена. потому что, мне кажется, вот именно в этих процессах взаимодействия работников и работодателя, вот именно в этой организации, профсоюзные все организации, они... ну прям очень активный участник. И практически все вопросы решаются с их помощью. Мне кажется, что было бы тогда хорошо, что я... и в этом бы документе были прописаны некоторые их обязанности, механизмы взаимодействия и так далее. Ну, и собственно говоря, что касается того, что, ну, многие положения дублируют трудовое законодательство, мне кажется, это может быть и не представляет какой-то... не выполняет какую-то существенную задачу, но при этом позволяет видеть какой-то некоторый перечень норм законодательства, которые применяются в данной области. То есть, в принципе, чтобы долго не рыться во всех этих законодательных актах, требованиях к организации труда в отдельных типах организации и так далее, это очень хорошо, что можно взять коллективный договор, с ним ознакомиться и, соответственно, иметь представление о своих правах и обязанностях. Вот. На этом все. Короче, спасибо. Какие еще вопросы? Немножко сумбурно получилось. Вопросы какие? Пожалуйста. Как бы такой, я не знаю, как на него... несложно ли тебе будет отвечать, ну, если... ну, просто так мне интересно спросить. Значит, вот ты сказала, что, в принципе, этот договор, он представляет собой, да, и помимо того, что там основные, как бы, о работниках, о правкомах, о работодателях, да, изложена информация, они являются как субъекты и участники этого договора, ну, и ты сказала, что там изложены, как бы, и первый весь раздел, да, мы видим, посвящен Трудовому кодексу РФ, как бы правам каким-то, да. Ты вот не нашла при прочтении какие-то противоречия, вот, явные или неявные, которые именно действительно не связаны с Трудовым кодексом РФ? Ну, вообще, ну, во-первых, первое число не кодексу как таковому посвящено, а таким основным аспектам, которые... Ну, это основные положения договора, в общем, основы его действия. Вот. А что касается противоречий, в принципе, конечно, такого не должно быть, потому что они могут только улучшать, а все, что улучшает, не может быть противоречием. Однако вот одно место мне показалось немножечко таким спорным. Там есть пункт, параграф, ну, в общем, 3.4 и что-то там далее, касающихся, в общем, положения, гласит о том, что преимущественное право на работу в организации имеют родственники, лиц, получивших травму, либо погибших в результате работы на предприятии. Вот. Ну, то есть, и... Ну, вообще, это, во-первых, может немножко, мне кажется, спорить с положением о дискриминации, ну, там как раз говорится о дискриминации предоставления преимуществ. Вот. И тут как бы вроде такое преимущество, но не связанное... Преимущество не связанное с профессиональной деятельностью. Плюс я, как конфликтолог, не очень уверена, что если сотруднику, в общем, родственнику погибшего сотрудника предлагать работу на данном предприятии, мне это кажется немножечко... Именно если предлагать не очень хорошим положением, вот. Ну, не знаю, тем не менее, может быть, есть в этом какое-то преимущество. Ну, вот. А как бы вот еще я хотела, ну, просто у меня есть и обсуждать. Вот как бы документ, он же создан, ну, цель, как бы, да, для защиты интересов, и у тебя это прозвучало работников, правильно, да, я понимаю? Ну, вообще, как бы, если посмотреть, я вот... Ну, ты бы как сказала? Как бы, с одной стороны, мы все понимаем, что это больше для работников, потому что ущемляется больше все-таки их интересов. Формально, как бы, да. Да, но если говорить о, в общем, социальном партнерстве, то, как оно там прописано в законе, и то, как, по идее, вот, с нашей конфликтологической точки зрения правильнее, то, как бы, это должно быть положение взаимовыгодное. Ну, то есть, понятно, что все пункты должны отражать и интересы и тех, и других, либо, ну, быть результатом какого-либо компромисса. Ну, ни в коем случае не притеснять одну из сторон. А нет тут вот притеснения со стороны работодателей? По-моему, наоборот, работодача здесь притеснена. Ну, по крайней мере, в начальной части документа. Если, наверное, порыться, в принципе, в приложениях, то, может быть... Ну, хотя, приложения там, на самом деле, не представляются, будет там некоторый перечень соглашений, там, регулирующих, там, нормы выработки и так далее. Блин, ну, на самом деле, если правильно говорить, то на каждом предприятии работодатель скорее ограничивает своих сотрудников, да? Ну, вот из этого договора так не похоже. Ну, а тебе само, как кажется, он имеет какую-то полезность, например, для даже сферы твоих интересов? Нет, мне кажется, да, в том числе, да, там, охрана труда и здоровье – очень важный аспект. Ну, блин, на самом деле, тоже, опять же, там, охрана труда и здоровье. Лучше бы они меньше, так сказать, были заняты, нежели получали какие-либо, там, не знаю, путевки в санаторий. Тоже, это зависит от правильного подхода. Здоровье налаживать или не портить. Вот. А так, ну, вот социальные льготы, гарантии, опять же, это все прописано. В принципе, мне кажется, для работника это очень хорошая вещь, особенно, там прописано, что работник, попавший на производство, знакомится под роспись данным документом. И если он его будет читать, это будет очень хорошо, если он его прочитает, то он будет хотя бы знать, да, на что он в этой организации может претендовать, на что он имеет право. И вот так вот прийти к работателю и сказать, смотрите, у вас тут в пункте 3.4. И мне вот это очень нравится, хочу, чтобы это подействовало и на меня. То есть полезно, в принципе, для организации. Ну, мне кажется, да. Ну, это уже тогда... Мне кажется, особенно для тех сотрудников, работников органов, которым трудно ориентироваться самим во всяком трудовом законодательстве и так далее. и мне кажется, он как раз... Нету доступа, да, ко всяким положениям, принимаемым администрацией. Мне кажется, вот если он есть в общем доступе, это очень хорошо. Вот. Еще какие вопросы есть? Нет вопросов, да? Ну, вот я хотел свои замечания высказать вам. Ну, и в соответствии с научной традицией такой, научно-учебной, после моих замечаний вы получите заключительное слово для того, чтобы, так сказать, ответить на эти замечания. Ну, вот мне кажется, что... Мне представляется, что вот такое понимание, что ущемлены здесь интересы работодателя, оно свидетельствует о непонимании докладчикам того, что вот в обязанности работника, что входит... все, что ему скажет работодатель. То есть, если вот не записано что-то в коллективном договоре, то все, что вам не скажет работодатель, в силу принципа единоличия или единоначалия, работник должен делать. Поэтому никаких проблем с возможностями и правами работодателя вообще не существует. Потому что если это не записано что-то в коллективном договоре или в законе, то работодатель, который купил рабочую силу работника в течение 8 часов, а тогда они 12-часовая смена, в течение 12 часов может направить его куда угодно и требовать чего угодно, руководствуясь тем, что ему выгодно. И больше ничем. Поэтому с самого начала работник по отношению к работодателям находится в положении невыгодном, ущемленном. И поскольку он находится в ущемленном положении, поэтому как бы вы ни делали коллективный договор и какие бы вы права туда ни записывали, поскольку эти все права делаются только по согласованию с работником, вы сами подчеркнули, что все пункты, все разделы, все подписаны другой стороной. Поэтому после, ну я бы сказал, это не квалифицированно говорить, что тут ущемлены какие-то интересы работодателя, это вот, так сказать, плохие работодатели, которые так заявляют, потому что они же подписали. Неужели вы думаете, работодатель просто подпишет то, в чем он не заинтересован? Кто его может заставить? Конечно, уровень прав работодателя выше. Более того, значит, у нас было положение в законе, в Трудовом кодексе, что вот неосвобожденные профсоюзные работники, неосвобожденные, подчеркнули, рабочие, которые избраны там председателем правкома или председателем или членом правкома и так далее, неосвобожденные профсоюзные работники находились под защитой государства. Хотя государство это, в общем, можно сказать, у нас государство работодателей, у нас же буржуазное государство. В каком плане? В таком плане, что нельзя их уволить, если они члены правкома, пока они выполняют эти функции без решения соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. Потом вот этот пункт был изменен в законе и уже нельзя было только уволить в течение двух лет, в течение срока выполнения своих профсоюзных обязанностей и двух лет после того, как он уже прекратил выполнять, чтобы вдогонку не уволили этого работника. Этот пункт стал относиться только к председателям и заместителям. Потом вдруг один гражданин, работодатель, подал в конституционный суд, вот примерно с такой же мыслью, как у вас. Вот ущемлены права работодателей, как это так, нельзя его уволить, надо, чтобы было все на равных. Так почему и работники ущемлены, посмотрите, вот одни работники могут быть уволены, а вот те же рабочие, которые являются неосвобожденными профсоюзными работниками, не могут, если они председатели или замы. Поэтому надо сделать, чтобы, это будет, значит, выходит неравные права. Хотя на самом деле те люди, которые активно защищают интересы работников, представители, председатели профсоюзных комитетов, неосвобожденные, имеется в виду. Освобожденные они, он ничего с ними не может сделать, они избраны в профсоюзной организации, оплачиваются профсоюзной организацией, тут уже вне доступа работодателя. Поэтому получилось так, что Конституционный суд пошел навстречу по главе с товарищем Зорькиным, и на сегодняшний день в кодексе записано, что это статья, не действующая в соответствии с решением Конституционного суда. Поэтому вопрос с защитой членов профсоюза, активных членов профсоюза, которых вот избрали, если они не освобождены уже за счет средств профсоюзной организации, не являются, так сказать, работниками уже не данной компании непосредственно, а как бы они на работе в профсоюзе, а не в другом юридическом лице. То есть этот вопрос повис, и никакой в этом смысле защиты нет. И это обрушило в значительной мере те завоевания, которые были. Теперь, что касается прав работодателей, я говорю, что они безграничны, а права работников здесь все перечислены, их конечное число. И поэтому, значит, по крайней мере, прочитав этот коллективный договор, работник может рассчитывать на то, что по крайней мере эти права будут защищены. Что касается остальных, то по ним вопрос не урегулирован. Я думаю, что вы правильно стали, так сказать, искать в коллективном договоре, как он регулирует конфликты. Но потом пошли они по тому пути. Почему? Потому что в первом разделе ничего там особенного не сказано, потому что там действительно общие положения, которые повторяет закон. А вот все те вопросы, по которым есть договоренность, это и есть вопросы, по которым конфликта не будет. Мы расподписали обе стороны. Причем, смотрите, как обычно бывает, конфликт разгорается, потом начинает этот конфликт решать, разрешать, и потом подписывают какое-то соглашение. А здесь? Соглашение уже подписано. А здесь наоборот. Заранее по тем вопросам, по которым могут быть конфликты, по зарплате, по условиям труда, по увольнениям. Вот все вот эти, все по существу пункты, по которым могут быть конфликты, и даже по вопросу о том, что хорошо, вот умер рабочий, что довольно часто происходит. Придавило его тяжелой техникой. Или он ехал по грузчик зимой. Сбил барьер, упал на лед, лед проломил, и по грузчику тонул, и водитель утонул, и так далее. И его семья осталась без средств существования. А вы вот рассматриваете этот вопрос не с позиции того, как теперь решить эту проблему, что семья осталась без средств существования. И если вы пойдете искать, у нас сейчас 4% безработица. Поэтому какие возможности получить работу? Никаких гарантированных возможностей нету при наличии безработицы. Поэтому вы обсуждаете не конкретный вопрос, как сбалансировать эту ситуацию, чтобы по крайней мере могли устроиться на работу преимущественно члены той семьи, которая потерпела вот такой ущерб страшный. Нет кормильца. Это потеря кормильца. И на фоне потери кормильца говорить об абстрактных правах, а есть люди, у которых все хорошо, а они просто решили пойти поработать в порту, потому что им зарплата повыше. И получается, что мы должны подумать не о тех, кто потерпел такой ущерб колоссальный, а о тех, кто никакого ущерба не потерпел. Так вот я возвращаюсь к тому, что с точки зрения конфликтологов, каждый пункт, это урегулированный заранее конфликт, до конфликта. Как вы должны делать конфликтологи? Подождать, пока разгорится конфликт и потом урегулировать? Или составить вот такой коллективный договор, поучаствовать в нем и заранее убрать все эти вещи? Там один вопрос в таких случаях встает, а как насчет права на забастовку? Вот работодатель, подписав там, 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 говорит, ну вот давайте еще напишем, что вы отказываетесь от права на забастовку. Вот нигде такого вы не найдете в этом коллективном договоре, потому что... Но докеры с удовольствием напишут, что мы, значит, обязуемся не применять свое право на забастовку по тем вопросам, которые урегулированы в коллективном договоре. А там что, все вопросы урегулированы? Нет. Нет, вот. А разве можно от своего конституционного права, которое есть и которое единственное, так сказать, защищает работника, это что означает право на забастовку? Право на забастовку какое-то великое право или это просто констатация того, что у нас непринудительный труд? Что-то я не могу вас заставить, только потому что я ваш начальник, что угодно делать. То есть, если вы отказываетесь, ну, у нас труд непринудительный, так сказать, нельзя заставить человека, он имеет право на забастовку. И право на забастовку существует во всем мире, во всех государствах, ну, кроме каких-нибудь деспотических государств или тех, которые еще, так сказать, не вполне освободились от феодальных каких-то пут. Потому что либо у нас принудительный труд, как при ровладении или при крепостном праве, там никто не будет спрашивать, хотите вы работать, не хотите вы работать. Либо, если он непринудительный, как вы при любых условиях можете меня заставить работать? Нет, вы можете меня заставить работать при условии, что я продал вам свою рабочую силу. А я не продаю на таких условиях. То есть, я свободный человек, и свою рабочую силу не продаю. Это значит, что как только работники верят, что эти условия их не устраивают Они как продавцы рабочей силы не продают Выражением этого, потому что они не продают свою рабочую силу на таких условиях И является забастовка То есть отказ от работы на тех условиях, с которыми они не согласны Пожалуйста, ищите тех, найдите на рынке труда, ищите тех, кто согласен Но вы монопольно этим регулируете Потому что у нас крупные предприятия, это монополисты И работники, собравшись в профсоюз, тоже имеют некую монополию на продажу рабочей силы То есть они договариваются между собой о том, что ниже этого уровня мы не продаем Поэтому первый вопрос об регулировании, я думаю, надо его уточнить Именно как раз наоборот Тут всеобщее регулирование по всем тем пунктам И так много, и он такой толстый Потому что, смотрите, сколько пунктов, сколько вопросов Совершенно конкретных по раскреплению груза Выгрузку фумигированных грузов, которые обработаны ядовитыми газами Эти ядовитые газы не полностью оттуда ушли И так далее То есть сколько пунктов возможных конфликтов там регулировано То есть вы могли бы против каждого пункта написать конфликт по Конфликт по, конфликт по, конфликт по И поэтому, значит, что касается обязанностей работника, они там тоже прописаны очень хорошо Он обязан соблюдать дисциплину и выполнять распоряжение администрации Так? Представители собственников Так? Какие? Все, кроме тех, которые противоречат тому, что подписали Теперь насчет того, насколько это выгодно Как показывает опыт предприятий, в которых есть или нет коллективных взрывов Как вы думаете, что являются главной производительной силой, Виктория? Вот и понятие «производительная сила» Что являются главной производительной силой? На предприятии? А где еще? Работники? Работники? Ну так работники, нет, именно работники Работники Главной производительной силой всего человечества является рабочий и трудящийся Вот если эти работники начинают чувствовать себя защищенными Они лучше работают или хуже работают? Да, 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 это хорошо Нет, не по кому хорошо Конечно, лучше будут работать Конечно, лучше И вот этот работодатель, у которого давно заключаются договора Он, идя на коллективные переговоры, по коллективному договору Он знает, что в итоге получится, он получит выгоду И он получает эту выгоду Потому что мы сейчас имеем дело не с какой-то живопыркой Это крупнейшее предприятие, которое перегружает 35% контейнеров России Сейчас оно принадлежит международной компании Global Ports И работники, которые там работают, они защищены достаточно сильно Почему? Потому что таких предприятий мало где найдете Где все члены профсоюза, все до единого Ни одного нет члена профсоюза Все остальные уволил уже работодатель А почему? Потому что условия сейчас хуже Сейчас падение стало производства Значит, работодатель начал увольнять Кого он может, кого нельзя Кого можно уволить, не спрашивая согласия профсоюза А кого? Ни членов профсоюза Если он всех поувольнял Поувольнял И в этой организации только члены профсоюза Двух профсоюзов Один профсоюз называется российский профсоюз докеров А другой профсоюз Профсоюз работников водного транспорта ПРВТ Который входит в НПР А профсоюз докеров входит в Конфедерацию труда России И вот на сегодняшний день Там происходит забастовка Как она происходит? То есть она заморожена В том плане, что все пункты Необходимые для того, чтобы начать забастовку Пройдены все этапы Все согласования получены И теперь работники только не назначают дату Ну и назначают Идет время, идет Месяц проходит, полгода проходит Не назначают Почему? Потому что они это не хотят Вот просто так не стало Зачем нужно бастовать? Зачем бастовать? Но с другой стороны Они демонстрируют администрацию Что если вы не будете выполнять наши требования Мы можем забастовать И вот в этих условиях Которые мы наблюдаем Когда ухудшилось положение Ухудшилось положение работников Во многих предприятиях И во многих местах Вот этот коллектив Сохранил те условия Которые записаны В коллективном договоре А вот если вы возьмете Коллегах совсем недалеко А Омурпорт СПБ Там все обрушилось И увольнения за увольнением идут И все эти пункты договора посыпались Старый договор уже не заключают Ну от этого дела Конечно там не лучше идут В компании Поэтому второй вопрос Насколько это выгодно? Ну выгодно, конечно Выгодно работодатель Другое дело Что есть такие вот Примитивные работодатели Которые смотрят на один шаг вперед Как есть шахматисты Думают А вот сейчас я вот возьму пешек А потом он потеряет ладью Ферзя и коня Потому что он значит Схватил то что ему подсунули То есть надо смотреть На больше шагов вперед Если люди грамотные И понимают Что это главная опора Ну вот я участвую Перегорю Ну вы же не посадите контролера Там в кабину Сидит в кабине Трехэтажный такой Высоты Перегрузчик Контейнера И там компьютер В котором задано Значит Весь путь И задано Где найти Как его брать Откуда взять Контейнер Куда перевезти Ну вы же понимаете Что все зависит От этого человека Что никакой Насмотрщик Который Если будет коллективный заговор Который его заинтересовывает Он будет делать Или вы купили Новый погрузчик Вот погрузчики Там стоят миллионы долларов Вот эти Вы купили Новый погрузчик Угробить его Нет проблемы Как вы понимаете Ну если люди В этом заинтересованы В том Чтобы Вот эффективно работать Ваш погрузчик Будет в целости Сохранность А если нет То никаких претензий К работникам не будет Просто они будут Работать по правилам Правила Подписанные Администрации Это одна из форм Забастовки Работать по правилам Вот вы будете работать По правилам Все у вас же придет В негодность По правилам Если работать Вот утром пришли Начинается С чего Вызвали инженера По технике безопасности Пусть рассказывает Как надо Безопасно вести работу 20 минут Потом все начинают Задавать вопросы Потом идем проверять Эти самые На 10 сантиметров Есть обрыв Хотя бы одной проволочки На тросах Если есть Больше чем один Обрыв Всего нельзя работать Потом идем проверять Технику Вы видели Какая полностью Когда-нибудь техника Полностью Чтобы она была Без всяких дефектов Не бывает такой техники Ну сидит докер И пишет в журнале Что требует Быстрее отрамонтировать Технику Сколько я буду ждать Я из-за вас Не могу работать Что он нарушил Ничего не нарушил То есть если работодатель Не хочет вот таких Приключений Связанных с тем Что он не заинтересован Но не заинтересован Из-за чего состоялся переход От рабовладения К крепостничеству Совсем не заинтересован Раб Абсолютно ни в чем Помните какие делали Эти такие вот Деревянные шарфы Сюда Чтобы он когда Собирать виноград Не мог достать И съесть Ему ничего не нужно Он абсолютно Не заинтересован И поэтому Даже та техника Те орудия труда Которые Уже были созданы Раб Использовать И сохранять Не будет А крепостной Будет Потому что он Кроме работы На барщине Он имеет работу На своем участке Он заинтересован В том Чтобы Это получить А если мы Сейчас освободили От крепостной Зависимости Того бывшего Крестьянина Ну так вы Для чего освободили Чтобы он Без того Чтобы его заставляли Он сам А как вы хотите Сделать Как я хочу Сделать Чтобы вам было Это выгодно работать Я должен сделать Что-то вам хорошее Если я С лучшей работой Вы больше получаете Если я говорю Так вы больше Работать Вы получать не будете Потому что у вас Будет падать А у нас есть 24-е предложение В котором записано Что с ростом Производительности труда Будет компенсироваться Всякое повышение цен Где вы это еще знаете На многих предприятиях Вот в этом Коллективном Компенсируется Повышение Самим работодателем А если работодатель Не компенсирует сам То тогда Идет повышение Реального содержания Зарплаты на уровень Выше чем Повышение цен По формулам Которые там Разработаны Вот мы Обсуждали Это с генеральным Директором Я участвовал В разработке Этих формул Они такие Не очень простые Надо значит Смотреть сколько Сколько там выпущено Производительность труда В теусах То есть В контейнерах Приведенных Одному типу И так далее И значит С ростом Производительности труда Соответственно Повышение будет Не на такой же процент На меньший Заинтересованы В этом работодателем Заинтересованы Работник заинтересованы Заинтересованы Вот сидит Генеральный директор Берет ручку Все Надо подписывать Так Берет ручку Говорит Так Жаба душит Ну подписал Потому что Толковый работодатель Понимает И с ним интересно Было вести переговоры Потому что Он думает О развитии производства С чего складывается Производство Как будто Есть производство Без работников Это работники Вооруженные Средствами производства Ну не будет Для вас лучше Так сказать Естественно Вы не будете Откликаться На какие просьбы Требования И так далее Если не будете Откликаться Не будете Проявлять Никакой инициативы Ну Я вам скажу Дейте прямо Вы пойдете прямо Упретесь в стенку И будете там стоять Пока я не скажу Отойдите назад И верните направо И так И невозможно Так работать Без того Чтобы человек Сам Не был В этом Заинтересован Конечно Работодатель Заинтересован Вот А Вот такой вид Что якобы Тут Не Не Дело в том Что Речь идет о Конечном Перечне О конечном Перечне Обязанностей Работодателя По отношению К работникам А работник По отношению К работодателю Все обязан делать Все что ему скажут Вот вы пришли И вот я вам скажу Идите выходите сюда Вы делаете то Делаете все Ну что Понятное дело Что тот Кто руководит На работе Тот и дает Команду По каким По любым Который Только не противоречит Законам А конечно Коллективный договор Немножко Это поле Сужает Но оно что Не становится Конечным Или все равно Бесконечным Все равно Бесконечным Бесконечным Поле возможностей Для работодателя Так Вот Ценная у вас Была очень мысль Виктория О том что Конечно Если правком Плохой То Защищать он Будет плохо А как он Будет плохой А очень просто Вот сидит Председатель правком Я ее пригласил В кабинет Я генеральный директор Сколько у вас Самого вашего Профессорного зарплаты Хорошая Хорошая Вот у меня тут Миллион есть И давайте Как-то договоримся Что вы так Не будете Палки в колеса Ставить Нашему Предприятию Вы подумайте Не обязательно Сейчас Завтра мы поговорим Подумайте Посоветуйтесь Сами с собой Если вам Миллион не нужен Ну у нас Есть с кем Поговорить Что нет Таких случаев И не узнаешь Есть Это Не взяли Миллион Не взяли Миллион Теперь человек Стал освобожденным Работником Вот я знаю Точный факт Был какой Причем такой Который В суде Фигурировал Поскольку мне Пришлось По доверенности От Портового комитета Российского Профсоюза Докеров Морского порта Санкт-Петербурга Защищать Профсоюзную Организацию От ее Председателя Которого Они выгнали Поскольку он Значит Стал Заниматься Деятельностью Противоположной Задачей Профсоюзной Деятельности В частности Он себе Повысил Там Зарплату Безмерно То есть Скажем Есть средняя Зарплата Докеров Казалось бы Но он стал Увсубожденным Работником У него Легче стали Условия Или хуже Чем у Докеров Докеров На морозе В любую погоду Работают На технике Грохот Во вредных условиях И так далее Глохнут Когда они заезжают В эти самые Вагоны При этом там Грохот усиливается Все металлическое И так далее Руки у них Соответственно Болят У них Позвоночник С большим количеством Позвоночной Грыш И так далее Так сколько Он должен получать Вот например Мой знакомый Товарищ Федотов Получает 0,8 От средней Зарплаты Докера А Моисеенко Себе Председателю Ставил 1,4 Ну как Он вроде как Провел Через заседание Коллегиальное То есть на Парфкоме Там даже На конференции Вы не против Не против И записался 1,4 Если у человека Нет совести Он написал 1,4 И вот мой товарищ Товарищ Федотов Который как раз Главный был Человек По составлению Таких коллективных Договоров Он был Начальником Раньше был Председателем Провкома Потом Начальником Константинга Правового отдела Провкома Докера Санкт-Петербурга Лекции до 13 Не могу говорить Вот Он Обратил внимание Что у него Что-то Вот он должен 0,8 Получать Среднедокерской А получает Больше Он пошел Бывалтерию Профсоюзную И выяснил Что оказывается Считают Среднюю Не среднюю Докерскую А среднюю Умножить на 1,1 А кто это сделал Это Моисенько Дал такое распоряжение Председатель Дал такое распоряжение У него получается Что вот это 1,4 Считается От среднего Умножить на 1,1 Или как другой Мне товарищ Рассказал Товарищ Тимофеев Который Сейчас заместитель Председателя Портового комитета Евгений Петрович Что этот самый Моисенько Себе записывал В рабочие дни Субботы И воскресенья Поскольку Он же думает О делах профсоюзных Вот вы не думаете Об учебные дела А он думает Ну а там Там двойное платье И вот это Короче говоря Выгнали его Он потребовал миллион Потребовал человек миллион И вот Это действительно Большая проблема Она упирается Не в проблемы В взаимоотношении Работника И работодателя Работодатель Никакого отношения К взаимоотношению Работника С профсоюзом Не имеет Правильно? Если бы еще Работодатель Сюда вмешивался Это было бы Грубое нарушение Прав Работников Почему я должен Если я допустим Ваш начальник Я имею Какое-то отношение Между вами К отношению Между вами И профсоюзной Организацией Нет конечно Поэтому Я думаю Что это было бы ошибкой Если бы мы По этой линии пошли А другое дело Что вот Есть такого рода Соображение Что надо не увлекаться Освобожденными работниками А у вас если Набралось денег На одну Освобожденную ставку Можно сделать так Что вот один Надо эту ставку Могут рассчитывать Два человека Значит Один месяц работает Один человек Другой Вот мы с вами Сопредседатели Правкома Вот сегодня вы Председатель Правкома А я тоже сопредседатель Только я в это время Там гружу Можно же совмещать Два вида деятельности И не сильно большая нагрузка Совмещение невозможно Вот если вы представляете У них смена 12 часов Вот он работает Вы не можете У вас груз А день там День там Я не могу Или нет Или день Вот день там Или день там День там Или неделю там Или месяц Или квартал Это можно сделать И тогда получается Что вы и рабочий И в то же время Квалификацию Профсоюзного работника Тоже получаете Но это вот Большая проблема На нее Не очень идут Потому что Когда вот Такое совмещение Получается То тут нету Скажем Как рабочий Вы получаете Там какие-то Дополнительные премии И прочее А тут средний В те дни Когда вы выполняете Работу Председателя правкома То есть Тут вот Требуется Ну вот Понимание Того Что иначе Будут такие Нехорошие вещи Происходить Но это хорошо Что вы это заметили Так Ну поэтому Скажем Ну обязанности правкома В коллективном договоре Конечно не надо прописывать Это они могут Прописать работники На конференции В обязанности правкома Правильно Они Собирают конференцию На конференции Все решили Вот Ну вот собственно Вот что я хотел сказать По поводу Вашего выступления А в целом Считаю что оно Интересное Хорошее Видно что вы поработали Вот И оно Выступление С позиции конфликтолога Который озабочен Как конфликты Преодолеть Вот Поэтому Конечно Это очень важно Очень важно Иметь такой инструмент Который эти конфликты Разрешает До того Как начнутся Конфликты Что конечно Вот Это хорошо Знать Как Мир заключить Когда война Идет А если еще лучше Знать Как делать Так Чтобы эта война Не развязалась На каком-то направлении Правильно Так Ну пожалуйста Вам заключительное слово Ну вот Ну Я с вами Во всем в принципе Согласна И Вот единственное В моменте Что Ну Я согласна Что действительно Я об этом Как раз сказала Что Очень много Вещей В общем Которые этот договор Регулирует И поэтому Действительно Предвращает Вообще Возможность Возникновения Каких-то вопросов Спорных И конфликтов По данному поводу Вот Но вот Мы понимаем Все равно Что мы не можем Никогда предусмотреть Все проблемы Которые могут возникнуть И поэтому Мне Вот мне Как конфликтологу Очень бы хотелось Чтобы здесь было Что-то Возможно О применении Примирительных комиссий Которые в законодательстве Есть О комиссиях По труду Которые тоже Организуются И так далее Чтобы Когда есть законодательство Какие вы еще А вы там Вы там Не можете ничего Городить Вот Примирительные процедуры Они урегулированы Так что там Вы ничего не можете Шаг в сторону И никто не примет Ваш Просто Их тут даже Они тут не появляются Мне кажется Что просто Было бы полезно Если бы Был какой-то Даже в первой же Этой части Которые декларируют В общем-то Просто Основное Некоторое отношение Чтобы Было Какой-то намек На вот эти механизмы Как в случае того Если Опять тот же самый случай Вот Коллективный договор Предшествует Орегулированным конфликтам Или нет Предшествует Как мы выяснили А вот эти комиссии Не предшествуют Или так В заключении Такого договора Должны Но мы же все равно Как только должны Как должны А можно такой Заключить договор Без коллективного Трудового спора Как вы считаете Хороший Коллективный договор Вот Наука говорит И практика О том Что хороший Коллективный договор Вот такой Без большой забастовки Вообще нельзя заключить Вообще нельзя Какой Такой договор В котором будут записаны Из Закона Перечисленные Всякие положения Для того чтобы Был свод такой Полезный Да Полезная книжечка Такой Свод положения Из закона Пожалуйста А если вы хотите Запрещать хороший Коллективный договор Который будет Учитывать интересы Работников Ну вы понимаете Что работодатель Стремится к прибыли Это цель любого Предприятия При капитализме Ну почему Удивляться Удивляться Не должны Просто Надо с этим Считаться Раз Работодатель Стремится К прибыли Значит Если вы Преграды Известные Не поставили Не оградили Работников От Чрезмерного Усердия Ну скажем В капитале Маркс Приводит Что за 300% Пойдет На любое Преступление Вы не видите Все время Сажают Ну все время Сажают Каждый день Вот сейчас Я газету взял Сегодня И опять Сажают И спецстроя Товарищи Которые Несколько сот Миллионов Или в газету Вот открывают Дневник Петербургский И что написано На одном из Оборонных заводов Петербурга Чекисты обнаружили Растрату почти 100 миллионов рублей То есть Если вы Не будете Это останавливать Это или государство Останавливает Или работник Или обоюдно Вот Вот эта погоня За прибылью Которая Которая Входит в устройство Данного общества Буржуазного Но она на этом построена Поэтому удивляться не надо Если пока мы живем В таком обществе Это будет Будет погоня Но эта погоня Если у нас не огражены Какие-то Такие участки Куда не надо забираться Для получения Дополнительных доходов Это будет И нарушение И нарушение Законов Вообще государства Которое буржуазия установила И нарушение Прав и интересов Работников Поэтому это вот Такой вопрос Что тут еще прописывать Прописано Вот тут вы должны Не нарушить Когда вы готовите Разрешение конфликта А Вписывать их В политический договор Что там обсуждать Там нечего обсуждать И подписывать Это закон Это закон Который установлен И он содержится В трудовом коне Раньше был отдельный закон О порядке Разрешения Коллективных трудовых Споров Так Ну опять же Договор Потому что он такой хороший И обеспечивается Только прав Это получается Требует Почему пожаловать Требуете Требуете Есть Нет возможности И нет обязанностей Ни у кого Предоставлять Вот смотрите Вот у меня Сегодняшний Внизу кладут Сергей Иванович Видел Что я беру Тудник И говорит И что вы берете Да вот Присутствие С чем бороться Дешевле снять квартиру У города Вот сейчас строят дома И можно будет снять Тем кто не может купить Дескать Вот Не просто Право на жилье Право на жилье У вас есть? Есть Жилье есть? Нет Значит Вот можете снять А что происходило Все вот эти 20 лет 26 лет 26 лет Уничтожали Систему Когда люди Получили Беспланно Жилье И живут В них Причем Никого не били Никого Не принуждали А все сами Побежали Переписывать себе Во что? В собственность Вот у меня Например Не переписана В собственность Квартира У меня так У меня муниципальная Квартира Иногда хмурые люди Приходят Ну вы конечно Это ваша квартира Не моя Это государственная Ну тогда вам Бесплатно Потому что Государственная У меня тоже есть Собственник Только крупный Крупный капиталист Государства Оно Собственник Моей квартиры Выгнуть меня Оттуда нельзя Потому что По закону Я ее снимаю Все И вот нам Ванну Бесплатно Заменили Стейки А соседям Нашу Только оплату Причем Поднять квартирную Плату Это сложно А поднять налог На недвижимость То есть на жилье Нет вопросов Все время поднимать Сейчас уже идет Так сказать Процесс обратный И вот теперь Когда у всех Или у огромного большинства Приортизированные квартиры Так сказать Что вы смотрите Что у Абрамовича Яхта А у вас квартира Собственность Вы все В это замазаны Все Вы какие-то частные собственники Кто крупнее Кто мельче Просто вы неудачница А он удачник Вот и все А большиня И вы неудачница И все Тоскуете А вот А вот Теперь будут Снимать у города Как вы думаете Это по какому будет цене И это будет Примерно в 10 раз Дороже Чем вот я Плачу Потому что Я-то По той ставке Которая была Как называется Плата за квартиру За съем А это Опять снять Но уже Как бы По-новому А по-новому Будет дороже В 10 раз И за что воролись Тогда Что делали Дескать Ну потому что Не хватает Видите ли Потому что не хватает Денег на то Чтобы купить То ясное дело Не хватает Да еще при таких ставках Какие есть У этой самой Ипотеки Это надо Чтобы трехкомнатную Квартиру купить Надо Заплатить за Ипотеку За 3 квартиры За одну квартиру По цене трех Вот Это вот Это вот Один из уроков Что Нужно записывать Обязанности Сторон А права Постой Обязанности сторон Обязанности Работников Очень широкие Безразмерные Все обязанное Делать Все Вот например Вы обязанных Вот будет у вас зачет Вы на какие Должны вопросы Отвечать На все На все Безмерные У меня права Безмерные А вы А вы можете Давайте Кликте Мне договор С вами Давайте Я не Переговор Сдал Давайте А кто это Вы представитель Работника Нет Где ваши Полномочия Да у вас Здесь вообще Не присутствует Большинство Группы Я разговаривать С вами Не хочу А почему Большинство Что Большинство Большинство Чуть-чуть Да Во-вторых Присутствует Но вы Ничего Где протокол Принесите Протокол Где написано Все Присутствует Всего Наличие Стока Присутствовало Стока Избрали Таких У вас Есть Профсоюзная Организация Организуем К следующей Паре Организуем Пока вы Организую Зачет Пройдет Всем Выставлен Незачет Кто состоит В паркоме Бороться Так бороться Ты состоишь А ты состоишь Нет Пошла В пеносе Близи Пишет Рублей Жалко А мы состоим И мы зовем Вас лично На переговоры Вот Это уже Другого Видите Люди сидят Спокойно Переговоры Понятно Да Хорошо Ну что Я Выношу вам Благодарность Считаю Что вы Очень Продил Большую работу Очень Полезную Что касается Вот таких Дискуссий Совершенно Нормальное Естественное Явление Потому что Проанализировать Какой-то документ Это очень сложно На самом деле Но это живой Документ Не тот документ Который кто-то Выдумал А который Относится К Такому Большому Серьезному Действующему Предприятию И соответственно Просвездной Организации Спасибо Виктория Так Теперь Значит Дальнейшие Наши дела Есть у нас Еще готовый Выступать Виктория Сложно Да Надо долго Отдыхать Да Конечно Вот чувствуете Виктория Вы подорвали Вообще Силы коллектива Они На таком уровне Выступили Что теперь Всем надо Готовиться Еще Еще Сильнее Нет Чтобы Как-нибудь Выставить Тяп-ляп А тогда Могли вы На вашем фоне Блистать А теперь Так Уже Не выйдет И это Сразу Поняли Некоторые Товарищи Так Значит Мы договорились С вами У нас Еще Есть Время Значит Все Должны Выступить Поэтому Надо Выступать И Тренироваться Чем Отличается Выступление На семинаре От выступления На защите Своей Безответственностью Полной Какая Ответственность За то Что вы Не то Сказали Никакой Это Во-первых Во-вторых Если Я мог Что-нибудь Какие-нибудь Еще И Задумал Как Оценивать Плохо Ну Человек Когда Учится Человек Учится И делает Ошибки Кто Не Учится Тот Не Делает Но Если Человек Учится Может Быть Учеба Без Ошибок Не Может Быть В принципе Поэтому Скажем Это Рассматривать Как Что-то Такое Созвучание Или Ненормальное Просто Нельзя Это Входит В понятие Студент Что Это Студент Студент Обучающийся А Раз Он Обучающийся При обучении При любом обучении Любому делу И любому Любому Человек Делает Ошибки Обязательно И такого Другого Не бывает И наоборот Скажем Если бы Я выступал Сказал Интересное кино Вы значит Этот преподаватель Профессор И вы Какой-то глупости Говорите Вот это же Непростительно Верно Это же Недопустимо Так Если вы Пойдете На защиту Любой Диссертации Кандидатской Или докторской Обычная структура Отзыва Официального Понятна Такая Уважаемая Виктория Кузнецова Это хорошо Это хорошо Это хорошо Это хорошо Это хорошо Потом Но Вот такое Это неправильно Не согласен Не то Не так Не так Не то И не то А потом Но отмеченные Недостатки Не снижают Общего Высокого Уровня Работы Работа В целом В целом Соответствует Требованиям Вак Предъявляемым Кандидатским Диссертациям И Виктория Кузнецова Заслуживает Присвоение Ученой Степени Кандидата Конфликтологических Наук Есть такие науки Или еще нет Философских Идет только Философских Но философских Еще лучше Пролезут через Конфликтологию А потом начинают Философствовать На других фронтах Так Ну хорошо Значит Теперь Мы договорились Что Каждый должен Выступать И в следующий раз Мы Это мог быть Не столь обширное Выступление Потому что Это и есть Наша подготовка К зачету Потому что Если вы Будете Будете Слушать А я Буду Только Говорить Это К чему Приводит Это Приводит К тому Что Материал Не усваивается Почему Потому что Человек Который Слушает Потребляет Человек Который Выступает Он Воспроизводит Знания Если Человек Воспроизводит Он точно Это запомнит Усвоит И так Дальше Поэтому нам Это очень Нужно И лучшего Способа Нет Готовки Теперь Следующий Вопрос Который Мы Сегодня Поставим И Сегодня Начнем Рассматривать А потом Продолжим Значит Вот Требования Формирования Требований Работников Прежде чем Пойти На какие-то Переговоры И На Коллективные Споры Что Нужно Сделать Пойти И сказать Мы Хотим С вами Переговариваться Будет Он С вами Кто-нибудь Разговаривает Представитель Работатель Скажет Мы Хотим Вести С вами Переговор А Предмет О чем Если Нет Предмет Не Сформулирован Никто С вами Никаких Переговоров Вести Не будет Поэтому Везде В законодательстве Прежде чем Говориться О том Что Необходимо Осуществлять Переговоры Или Споры Необходимо Сформулировать Предмет Что Вы собираетесь Обсуждать По отношению К коллективным Переговорам Законодательство Оставляет Эту Нишу Открытой Совершенно Да Вы можете Просто Если у вас Есть представительство А мы С вами Разбирали Этот вопрос Представительство Работников Вы можете Написать Письмецо Генеральному Директору От имени Этого Представительного Органа Просим Вас Приступить С переговоров С нашей Сороны Кузнецова Иванова Петрова Исидорова И он Обязан Издать Приказ И И Направить Так же Такое Какое-то Количество Людей На переговоры Не важно Какое Может Столько Может Меньше Может Больше Потому Что Голосование Идет По Согласию Сторон На Переговорах И Приступить К переговорам И при этом Как записано В Трудовом Кодексе Участники Переговоров Освобождаются Со стороны Работников От Основной Работы С оплатой По среднему До Трех Месяцев И вот Три месяца Будете Переговаривать Если я Генеральный А вы Значит Вот Там Жестянщий Трастильщица Или Ткач И так далее И вот Вы будете Сидеть И разговаривать Со мной А вам Будут Денежки Платить Предприятие Согласно Закону Но Если я Сговорчивый Буду Я мало Буду Платить А если Я Не Сговорчивый Буду То 30 дней Будете Сидеть И я Буду Сюда Зарплату Выплачивать А вы Нервы Будете Трепать Это Есть Так Своего Рода Воздействие На работодателя С тем Чтобы Он Принял Меры Теперь Как К этому Относиться С формальной Сороны Вы можете Выйти На Переговоры Не Заявляя Что Будете По Какому То Вопросу О чем Только Какие-то Формулировки И требования Можете Не Выдвигать Но Вы Сами Понимаете Что Когда Нужен Выход На Переговоры Тогда Люди Хотят Начать Коллективный Трудовой Спор Когда Они Уже Говорили Разговаривали И поняли Что Необходимо Начать Процедуру Что Лучше Начать Сразу С коллективного Трудового Спора Или Сначала Провести Переговоры Вот Можно Сказать Что Лучше Если Вы Настроены На Коллективный Трудовой Спор И Собираете Всего Вести То Начать Надо Не Со Споров А С Переговоров Почему Во-первых Коллективный Трудовой Спор Если Вы Заглянете В Нормы Требует Чтобы У вас Везде Было Предстоительство Большинства Работников Обязательно Или Если Это Конференция То Две Третьи Чтобы Это Все Получить Нужно Чтобы В этот Процесс Были Втянуты Не Два Три Человека Не Инициативная Группа А Коллектив А Чтобы Втянуть В этот Процесс Обсуждение Этих Проблем Коллектив Вот Нужны Коллективные Переговоры По Мере Того Как Идут Переговоры А что Говорил Работодатель А что Говорили Вы А что Он Вам Ответил А что Вы Ему Ответили И так Далее И вы Должны В течение Трех Месяцев Или До Трех Месяцев Что Делать Участники Этой Переговорной Группы Должны Ходить По Подразделениям И докладывать После каждого Раунда Переговоров Что Вы Говорили Что Они Говорили И Тем Самым Готовить Коллектив К чему Коллективным Действиям Ну вот Сегодня у Нас Как раз Такой Необычный День Это День 7 ноября 90-летней Годовщины И со дня Великая Октябрьская Социалистическая Революция Это С точки зрения Конфликтологии Это Что Такой Это Крупный Крупнейший Конфликт Когда Представители Представители Работников А Чем Они Как Они Были Представлены В Советах Были Представлены Пошли На Конфликт С Представителем Работодателей Как Назывался Представитель Работодатель Временное правительство не изложили власть этого временного правительства представителей и работодателя. И в связи с тем, что оно никак не выполняло требования, снова ввело смертную казнь, землю крестьянам не давало, фабрики производства страдало. И эта власть кому была передана? Еще более широкому представительству работников, а именно Второму Всероссийскому съезду Советов. Вот это какая была передача? Мирная власть или не мирная? То есть произошел крупный конфликт, конфликт был давно. Конфликт между буржуазным правительством и рабочим классом, или между двумя классами. Рабочим классом, который является выразителем интереса всех трудящихся, является наиболее передовой силой в современной эпохе. И буржуазией, которая в свое время тоже была передовым классом, была? Была. И совершила блестящие буржуазные революции, которые освободили от крепостного права. Так и не случайно поэтому французскую революцию называют великой французской революцией, революцией 1789 года. Даже вот странно, что некоторые наши товарищи, в том числе наш губернатор, не уважают творцов буржуазной революции так, как надо уважать. Потому что сейчас буржуазная контрреволюция, надо уважать представителей буржуазии, буржуазных революционеров, правильно? У нас есть улица Марата, улица посвящена, названа в честь буржуазного революционера Марата. Это буржуазный революционер, очень прогрессивный. И была набережная Робеспьера. На том основании, что на этой набережной была Воскресенская церковь, товарищ губернатор взял и убрал название набережной Робеспьера, теперь это Воскресенская набережная. Кого это волнует сейчас, что там было? Как-то даже странно, что деятели буржуазные, если они сейчас пришли к власти, должны как-то своих отцов, учредителей, тех, кто стоял у истоков буржуазной революции, уважать. Не правда ли? Так это было бы странно. Тем более, вроде бы государство собирается к столетию, государство так или иначе отметить столетие Великой Октябрьской статистической революции. А сегодня, 7 числа, в российской газете целая страница посвящена тому, что надо написать новую биографию Ленина, с учетом того, что там 55 томов есть работы Ленина, еще имеются ленинские сборники, более 40. Еще имеется 13 томов, которые называются биографических сборников, в которых расписано, как и что делал Ленин и в какие минуты. То есть, в это время, когда с уважением относится буржуазная власть и к дворцам пролетарской революции, в это время буржуазная власть или ее отдельные представители не уважают представителей буржуазии. В чем был конфликт? Конфликт был по крупным вопросам, по вопросу о войне, потому что рабочий класс и трудящиеся требовали войну прекратить. И это требовали трудящиеся и других стран. Нигде, ни в одной другой стране не удалось поставить вопрос о том, чтобы государство встало на путь прекращения войны. Единственным государством, которое прекратило эту бойню, Первую мировую войну, оказалось советское государство. Это вопрос о земле. Как известно, большевики другую программу имели. У них какая была программа? Не разделять, а соединить всю землю, чтобы она была общей, и потом сделать кооперативный труд. А крестьяне требовали отнять у помещиков и землю разделить. Большевики пошли на эту, выполнили эту просьбу, чтобы не конфликтовать с крестьянством. С крестьянством не надо конфликтовать в крестьянской войне, в крестьянской стране, правильно? И землю разделили по едокам, как требовали крестьяне. Поэтому, когда Деникин стал пытаться свергнуть советскую власть, у него ничего не получилось. Потому что он шел, отбирал снова у крестьян землю, отдавал помещикам, вешал крестьян, которые уже обрабатывали эту землю. И по мере продвижения к Москве, когда, казалось бы, что уже дни советской власти сочтены, в этот самый момент крестьяне повернули против Деникина. И те, кто были в Деникинской армии, стали плохо воевать. А те, кто сражались с Деникинской армией, стали очень хорошо воевать против Деникина. Деникина погнали на юг, до самого моря. И потом они сели на корабли и уплыли в эмиграцию. И так закончилась гражданская война. То есть колоссальный был конфликт. Но само по себе акт революции был совершенно бескромным. Значит, какая была ситуация здесь, в Петрограде, в 1917 году? Вот с точки зрения конфликтологии. Вот конфликтует два таких класса. Буржуазия, которая недавно получила власть, только в феврале. Правда? С февраля прошло там февраль, март, апрель, мае, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Восемь месяцев прошло всего. За эти восемь месяцев что сделало Временное правительство? Оно обещало собрать учредительное собрание? Не собрало. Оно обещало, так сказать, чаяния удовлетворить народа, чтобы не было войны. Оно ввело смертную казнь на фронте. И этим усугубило, конечно, положение не только народа, но и свое собственное. Потому что до этого. Теперь оно не могло справиться само с Корниловским мятежом, который выступил вообще против буржуазной революции. И против Временного правительства Корнилов. Кто помог справиться с Временному правительством с Корниловским мятежом? Большевики. После Корниловского мятежа большевики получили в советах. Большинство. В советах каких? В войсках Северного фронта, в Москве и в Петрограде. И вот получилась ситуация какая. Кто теперь с кем и как мог конфликтовать? Значит, в Петрограде кто мог конфликтовать с представителями рабочего класса? А никто не мог конфликтовать. Потому что если войска в Петрограде поддерживают большевиков, то против войск в Петрограде никто воевать не мог. Женский батальон не может же воевать против Петроградского гарнизона. И кадеты, юнкера, которые представляют собой молодых будущих воинов, тоже не могут воевать с Петроградским гарнизоном. Поэтому о какой-то битве просто не могло выйти речи. Ну, плюс к этому еще были красногвардейцы, они изображены всегда на картинках, как они едут на грузовиках. Но никогда не изображено, чтобы они стреляли в кого-то. А в кого стрелять? Не в кого стрелять. Стрелять было не в кого. Но весь вопрос был в том, вот с этой точки зрения, это же крупнейший конфликт, крупнее революции, только войны. Еще некоторые могут быть такие конфликты. Как он бесконфликтно решался? Очень просто. Надо было сделать так, чтобы у народа не было впечатления, что это какая-то узкая группа лиц захватила власть. Потому что если бы это была такая ситуация, то это привело бы к большому конфликту. Поэтому, как вот Ленин советовал, значит, не надо брать власть до съезда Советов Второго. Потому что вот Петроградский Совет возьмет власть в Петрограде, и его обвинят в чем? В узурпаторстве власти. Какой-то от имени всей России хочет выступать Петроградский Совет. Это значит, что натравить всю Россию на этот Петроградский Совет. Не пойдет. Или проспали, приехал второй съезд Советов, собрался здесь в Смольном, обсуждал все вопросы, выступал против временного правительства, против его политики, говорил-говорил, ничего не решил, никаких документов не принял, разъехались. Когда будет следующий съезд? Может быть и никогда. А тут и Петроградский Совет вдруг сподобился, и через день после того, как разъехался второй съезд Советов, взял власть. Это опять значит, съезд Советов ему такое не поручал, а он взял власть, и это все равно, что натравить опять на Петроградский Совет всю Россию. Поэтому единственный правильный был ход, бесконфликтный, состоявший в том, что вот утром берется власть, а вечером отдается съезду Советов. И съезд Советов утверждает правительство, Совнарком, во главе с Лениным. И все. И сразу в этот же день появляется всероссийская власть, которую одобрил кто? Кто против всех Советов всей России? Вот кто против всех, тот враг советской власти. И поэтому, если кто хочет воевать, он сталкивается вот с Советами. Или посмотрите на позицию наших военных. когда Краснов, который пообещал Ленину не воевать против новой власти, его отпустили под честное слово офицера, и он поехал на дон, и сразу начал собирать Белую гвардию. Нарушил слово офицера. Ну, в этой ситуации пришлось и правительству Советскому тоже собирать Красную гвардию, а потом обе стороны пришли к тому, что от гвардии не обойдешься, надо переходить к мобилизации. И Белые пришли к мобилизации, и Красные пришли к мобилизации. Что такое мобилизация, вы, наверное, представляете, да? Вы вот два соседних села, вот это село и вот это. Приехали, Белые, ваше село. Так, идем в Белую армию? А? Идем. А вы что молчите? Вот эта уже молчит. Выведите ее, пожалуйста, туда, в коридор, там, слышим сейчас. Выстрелы, и все, и уничтожили ее. А, вот тоже уже поздно, уже все. Так, теперь пришли к вам. Ну что, идем Красную армию в соседнее село? Пошли, вот все идут. Большинство Красной армии кто составляли? Крестьяне. Большинство Белой армии кто составляли? Крестьяне. Поэтому весь вопрос гражданского войны говорят, вот кто победил. Ну, кто победил? Победила та армия, которая выступила за насущные интересы крестьян. Потому что одна армия, там, разутая, раздетая, выступала за интересы крестьян, то есть разделить землю по едокам. И это все сделано было. А другая хотела отнять эту землю и вернуть помещикам. Ну, и она проиграла. Большинство вам получается, что не те, кто представляли интересы крестьяна, а те, у кого был лучший пиар? Самый лучший пиар – это выразить интересы народа. Вот у меня все время у вас пиар. Я хочу ваши интересы выразить, поэтому это в этом мой пиар. А вот тот пиар, который состоит в обмане, делает вид, что это вам будет хорошо, а на самом деле думает о том, как свой карман набить. Вот это пиар, как вы его и сформулировали. Так на самом деле правительство раздало землю? Или только пиар был? Да, и какой? Тогда уже была у крестьян. Нет, дорогой товарищ, пока не было декрета, не был декрет советской власти о земле. И вот после декрета о земле советы все местные, которые, между прочим, были, не все большевистские, были меньшевистские советы. И советы изначально были не большевистскими. Поэтому это тут никак не пиар. После того, как... На этапе привлечения населения, неважно, будут выполнены условия пиара или нет, потому что нужно привлечь население сейчас, чтобы они заявляют сейчас. Это для тех людей, которые не думают о долговременных интересах. А серьезно крестьяне думают о своих долговременных интересах? Нет, в этом правительство советское думало. О том, что их долговременные интересы осуществили. И осуществило. Рабочим, когда дали фабрики, тоже долговременные интересы. Рабочий декрет о рабочем контроле. Первым был сразу. И собрали учредительное собрание, чего не сделали другие партии, которые были в правительстве, никто им не мешал. Ну почему, хотя-то и сэры, и меньшевики не собрали учредительное собрание? Что мешало? Не хотели. Это самый был бы пиар. Собрать учредительное собрание. Все за него выступали. А собрали только большевики. В январе 18-го был. И, наверное, большой пиар был, когда Временное правительство попросило большевиков помочь в борьбе с Корниловым. Большевики помогли. Это и пиар. Но оказалось, что именно большевики помогли. Авторитет большевиков после этого колоссально вырос. Потому что Красная Гвардия пришла, и матросы Авроры охраняли Зимний дворец. Поэтому им не надо было бежать, как показывают в кино, как они бегут в Зимний дворец, сам арестовывать Временное дворец. Они зашли уже потом сбоку через тот ход, который они знали, и арестовали это Временное дворец. Все было тихо и мирно. И все. Самая мирная революция была Великая Октябрьская социалистическая революция. Другое дело, что всякая Великая революция и попытка, так сказать, мирно разрешить такой конфликт, она чаще всего не бывает без гражданской войны. Почему? Потому что отживающий класс, свои вековые привилегии, без многократных попыток вернуть их себе, отстоять, вернуть землю, вернуть фабрики и заводы, он без этого не отдает. Поэтому и в этом случае вероятнее всего гражданская война. И Ленин писал так, мирная революция возможна в какой-нибудь маленькой стране. Когда рядом в большой стране победила социалистическая революция, и в буржуазии малой страны боится, что ей не сносить головы. Вот вам пример мирной революции в Чехословакии. Знаете, как она проходила? Буржуазное правительство в Чехословакии, когда на вас там стояли войска, после войны Второй мировой, после Отечественной, буржуазное правительство решило обрушить это правительство, а в нем был председатель правительства, коммунист, министр обороны и министр безопасности. Три человека. Дело в том, что мы уходим из правительства, и тогда оно по всем буржуазным законам, оно, павшее правительство, оно распускается. Вот они все вышли, а коммунисты, которые были в правительстве, вот эти три человека, сказали, а мы не выйдем. И призвали рабочую милицию выйти вместе с военными и с представителями сил безопасности выйти на улицу. А рабочая милиция, это вот что такое. Там у каждого рабочего на заводе был шкафчик, а в шкафчике стояло оружие. Его, личное. Вот они вышли, погуляли по улицам в 1948 году, и после этой прогулки уже обратно не вошли буржуазные партия. И после этого совершил социалистическая революция в Чехословакии. Ну, понятно, что при том, что там еще находились и советские войска, которые там никакого, не допустили бы никакой резни. Ну, и все. Это мирная революция. Какие мирные революции? Мирные революции-то такие бывают. Ни вооруженных не бывает революций. Ленин приводил пример, когда его машину остановили, на которой он ехал с водителем. Бандиты. И предложили отдать кошелек. Ленин писал, ну, пришлось отдать. А жизнь сохранили. Так что все это бывает. Ну, постановка вопроса, это вот ваша совершенно правильно. Надо все как раз разбирать. Это какой-то пиар или попытка, так сказать, тереть какие-то очки, или это на самом деле принципиальная позиция или политика. То, что это не пиар, это видно по позиции военных. военные, бывшие царские генералы. А потому что у него такой, потому что, или говорят пропаганда, это вообще хорошее слово, потому что, если я пропагандирую, хорошее и светлое. Тогда пиар в настоящем понимании это рекламное создание имиджа. А реклама сплошь и рядом? Реклама сплошь и рядом. Реклама не привязана к истине. Потому что рекламировать можно... Вот у меня даже... Я думаю, каждому понятно, что есть такие вещи, которые и так ясно, что они хорошие. А рекламировать очень часто приходится то, что является сущей дрянью. Ее рекламируют. И деньги в это вкладывают. Ну, если вот вы будете мне платить за рекламу, я буду рекламировать все же в этом принцип рекламы. Вы заплатили, я должен рекламировать. Как нет? Ну, как нет? Ну, как на этом построена вся реклама на радио, на телевидении? Что вы говорите? Вы не знаете, значит, принципов рекламы. Нет, я знаю принципы рекламы. Ну, какие принципы рекламы? Это же коммерческая деятельность. Да, это коммерческая деятельность. Значит, если мне заплатили, я обязан рекламировать ваш товар? Да, но почему вы считаете, что рекламировать можно только плохой товар? Нет, я так не считаю. Я считаю, что и плохое можно рекламировать. А вот если люди принципиальные и не занимаются пиаром, они пропагандируют только хорошее. Пропаганда... Социальная реклама – это тоже реклама. Какая? Пиар – это тоже пиар. Социальная реклама. Если это реклама, то она допускает в области социальной, в области здоровья рекламу вредных веществ или бесполезных веществ, что и делается. Вот сейчас целые газеты есть, которые помогают вашему здоровью, которые рекламируют то, что и вреда не нанесет, и здоровье не поправит, но деньги отнимет. Реклама есть реклама. То есть социальная реклама против наркотиков, вы считаете, что это недостаточно? А то, что вредно и бесполезно. Вот и все. И на этом построена реклама как таковая. Вы мне платите деньги, я должен рекламировать, если я рекламное агентство. А если вы мне будете говорить, что только вы рекламируете, только хорошее, я говорю, тогда я вашу дырянь не буду рекламировать. Ну тогда отдайте деньги назад, вы скажете, я отдам вам деньги назад. Так что вы подумайте, наблюдайте. А проблема эта есть. То есть какую роль играет в обществе реклама? Она и позитивную играет роль тогда, когда она рекламирует то, что нужно и полезно, и прогрессивно. И негативную, когда это не нужно, вредно и реакционно. Вот и все. И то, и другое. И какое соотношение? Разное бывает. А это зависит от состава этих компаний, от того, кто их возглавляет, и что это за люди, и как они к этому относятся. Но цель одна. Если у меня хозяин рекламной компании, скажите, компания, какая у меня цель? Цель. Вот. Продать товар. Продать товар. А в этом и разница. Продать товар или сделать что-то хорошее, это две разных задачи. Две разных задачи. Они пересекаются во многом, но они утверждяются. Так, я думаю, что, так сказать, ваше замечание, я это рассматриваю так, что то, что я здесь говорю, не носит никакого абсолютного характера. То есть вы вправе, и не только вправе, я и приветствую это, чтобы высказывать любую свою позицию и обсуждать. Точно так же, как если я вам отвечаю, то это не потому, что я, так сказать, считаю, что вы не должны так вот сказать. Потому что, ну, даже послушать, что вам могут сказать, возразительные. Вот и все. Поэтому, если вы захотите еще на меня нападать, я только это приветствую. В следующий раз лучше подготовьте, вот, дайте ему жару. Да. Это нормально. Если у вас, так сказать, вот, можно даже поставить такой вопрос, скажем, какие конфликты между содержанием, вот, между потребительной стоимостью, которая рекламируется, и стоимостью, которая тоже рекламируется, вообще рекламируется товар, когда рекламируется товар, то нажим делается на потребительную стоимость, хотя цель при рекламе стоимость, правильно? Поэтому вот тут есть противоречия объективные, как его разрешают, там, и так далее. Тоже это интересно. И какие тут конфликты могут быть? Это вообще тема, да, может быть, для курсовой очень хорошая. Так. Значит, в следующий раз мы будем с вами более углубленно изучать вопрос о подготовке к переговорам. То есть, если переговоры мы рассматриваем как то, что предшествует затем уже не переговорам, а конфликтам, то, значит, подготовка к переговорам должна быть осуществлена. Спасибо за внимание. Прошу прощения, что вас занержал.